всем привет с вами маги и это видеоблог магазина snickerhead сегодня 13 августа а значит что нас ждет очень крутой релиз от nike и stranger thing который как раз сегодня и будет продаваться в нашем магазине значит у нас тут пара tailwind of и кортезов и я предлагаю вам с помощью подручных средств прям сейчас за кастомизировать пару кортезов почему кортеза потому что с ними еще ничего не делали а вот как выглядят преобразованные tailwind и мы уже видели сейчас здесь появятся фотки вот давайте смотреть на картин значит минимальный анбоксинг проведем то есть крышка обычная но внутри у нас вот такой вот значок stranger thing его используют практически везде здесь и он действительно очень стильный и клёвый я обратил внимание на этот сериал именно из-за его логотипа внутри у нас специальная бумажка которая отражает схему star court mall это такой торговый центр в котором в третьем сезоне ребята проводят основную часть своего времени как наверное все американские школьники да и наши школьники тоже но у нас еще очень любят торговый центр дагестанцы с чеченцами наверное тоже школьник вот давайте смотреть значит вот у нас вторые шнурочки и собственно говоря сама пара про стельку расскажу чуть позже и собственно вторая с вот такими значками специально выпущенными от найки и да очень клёво здесь даже есть вот этот вот микроавтобус те кто смотрели сериал это довольно таки клёвая отсылка так но в принципе все больше ничего нет и о нет подождите есть какое-то предупреждение это тоже отсылка в сериал она на дне коробки и самое интересное на первый случай когда на коробке найки красуется значок netflix это надо снять обязательно поближе это первый раз я такой вообще вижу и это довольно интересно перейдем к самим кроссовкам посмотрим на детальки которые есть я уже вижу такие интересные стельки о и интересные надписи под стельками сейчас будем разбираться что значит здесь как я понимаю зарисовки ключа который непосредственно имеет отношение к третьему сезону и надпись ключ на русском те кто не смотрели не буду спойлерить но это довольно таки интересное сюжетное решение хоть и не новое вот так советую посмотреть все таки третий сезон и зарисовка схемы прохода как я понимаю к сейфе в котором лежит необходимый ключ и тоже несколько надписей есть на русском это интересно и еще есть надписи как я уже сказал под стельками одна на английском и собственно ее же перевод на русском на русском фраза звучит как неделя длинная серебряный кот ест когда синяя встретится желтым на западе поездка в китай звучит неплохо если быть осторожным какой-то не знаю метамфетаминовый приход по моему но в общем не суть это тоже слова из самого сериала как вы уже поняли главной фишкой коллаборации со stranger thing именно вот этого пак и то что их можно снимать и под этим материалом будет другой материал как я знаю это вроде синяя синий деним мы сейчас опять в этом убедимся и это не новая история уже было довольно таки много пар именно от найки которые либо стирается верхний слой либо это другой материал подложим другие мне из такой истории больше нравится пара чичи чонг там если срезать кожу внутри будет зеленая замша напоминающая каннабис также были прикольные пары от jordan sb первые единички были лэнс маунтен это художник такой и также была интересная пара у кости из вандалов не помню как она сейчас называется но она появится картинкой и собственно говоря если я что-то забыл а наверняка еще пар много осталось напишите какие пары вы знаете из каких можно снимать верхний слой и получится интересная штука кстати в августе будет релиз таких джорданов которые будут из расцветки лейкерс переходить в чикаго давайте вернемся к нашим шузам и предметам которые их переделают тут у нас есть канцелярский нож конечно же такая средней грубости наждачная бумага мой айфон зажигалка которую костя сказал не класть рядом с цитоном это огне опасно он заботится обо мне это приятно малярный скотч и пара перчаток краска красная краска для того чтобы после кастома добавить кое-каких брызгов детали и закончить образ кроссовок и салфетка марлевая ну если что-то пойдет не так с цитоном давайте приступим вначале давайте конечно попробуем наждачечкой потереть и посмотрим какой материал снизу давайте возьмем один кроссовок я предлагаю его шнуровать так будет удобнее работать с ним пока мы расшнуровываем кроссовки я вспомнил еще удачный пак от найки и азиатского магазина клод там была целая большая история вообще эстетика этого коллаба заключается по моему в том что именно верхний шелковый слой надо снимать и под ним будут разные материалы самый известный пак это не пак опара красно-черные форсы с огромной коробкой и миллиардом шнурков на все случаи жизни вот недавно кстати у них выходил еще один коллаб только на белый цвет и тоже довольно редкая модель и и вообще это как я уже сказал отличительная черта магазина клод наверное это самый нашумевший релиз с двойным материалом ну вот собственно говоря мы их расшнуровали шнурочки складываем аккуратно чтобы они у нас не потерялись собственно говоря можно начинать проверять какой же там материал начиная с язычка что если пойдет что-то не так его можно зашнуровать и не будет видно это вам такой совет для начинающих что ооо смотрите а сходит все довольно таки легко во смотрите можно даже снимать пальцами то есть поддеть ее наждачкой и там где хотите полностью снять ее волокна прям снимаются очень легко никаких трудностей не вызывают все довольно таки просто тут еще как я понимаю специально будет оставляться вот такой вот как сказать как от джинс остается такая бахрома вот но чистится очень легко и да снизу я думал что будет деним но это не деним это ну какой-то материал черный и с такими вкраплениями синий яркой синей нити именно такого цвета royal как бывают джорданы ну давайте тогда помучим эти кроссы посильнее чуть так наждачку можно использовать прям супер грубую потому что они очень бахромятся эти кроссовки есть такое слово вот и можно здесь уже под подрывать если вы хотите в определенном месте сделать кастом такой легкий вот что у нас получается если мы отрываем частями вот такая вот история вот такая вот история собственно они волокнами выходят можем хватать их и буквально отрывать получится вот такая вот штука так ну с язычком понятно теперь давайте попробуем что-нибудь посерьезнее использовать может быть наш канцелярский нож так я хочу поработать со свушим посмотреть что будет если мы срежем его так еще подскажу для новичков для новичков кто ну никогда так сказать не оттирал пары вот у меня было были как раз маунтины от jordan первые единички тогда это было вообще что-то невероятное типа jordan sb все безумно хотели неважно какая была расцветка вот мне достались белые я их удачно подарил кому-то там надо было просто стирать краску и кстати отличительная часть этой пары от клотов например тех же самых что здесь нельзя вырезать кусок и снять его то есть это проблематично потому что здесь материал именно надо снимать именно выдергивать то есть он больше как сказать на волокна разлагается там же было два материала и можно было спокойно по швам срезать снять и какие-то элементы например оставить и они аккуратно прям срезались здесь не такая история здесь лучше всего мне помогает конечно наждачка она прям отлично вот можно еще ножом попробовать на стыках поводить вот видите получается мы другой цвет как раз и залазим прикольненько прикольно ну так вот мы под освободили наш служ теперь с другой стороны я хочу потереть его только по краю например чтобы было какое-то отличие текстур и можете вот так играться на самом деле со всеми деталями какие-то полностью стирать какие-то только окантовки стирать и будет много разных текстур здесь я попробую еще поджечь чтобы у нас так вот видите они довольно таки хорошо собираются и если вам не нужны вот эти лишние волокна вы тоже можете проходить и продолжаем тереть по контуру ну то есть издеваться можно как хотите это на самом деле очень увлекательно я вам скажу я уже не могу оторваться потому что мне нравится как они меняются и использование разных там не знаю инструментов такое возвращает в детство в урок труда где можно себя не ограничить главное просто не испортить не проткнуть пару вот и тогда ты молодец у нас они уже он преобразовывается потихонечку я хочу попробовать теперь немножко ацетона и попробуйте обесцветить вот этот наш синий ну не знаю такой будем называть его канвас наверное давайте попробуем такс и собственно пробуем что нам это даст и даст ли вообще что-нибудь нет чудо не произошло пока что он есть эти попробуем более большом кусочки ну ка если сейчас поджечь ау интересно кстати получилось вот здесь у меня видите спаялись нитки и тоже получилась интересная такая текстура так ну ацетон можно использовать скорее как как розжиг для этих кроссовок потому что по-другому он не работает ничего ацетоном вы здесь не сделаете кроме как провоняете ваши кроссовочки так переходим дальше тогда давайте убираем ацетон он нам больше не нужен он не работает с этими кроссовками значит наши помощники что мы выяснили это конечно же наждачка конечно же хороший нож и немножко красочки но красочку покажу в конце как мы будем использовать еще пригодится для залепки тех моментов куда вы не хотите чтобы попали брызги или краска придется залепить монтажным скотчем ваш кроссовок ну давайте сейчас мы сделаем этот ускоритель и посмотрим что у нас получилось и вернемся к моменту с краской есть уникальный момент я про него забыл если мы отрежем вот этот задник как я понимаю там будет логотип stranger thing самого сериала давайте посмотрим да причем это единственный кусок который именно можно отрезать и снять то о чем я вам говорил вот мы сейчас этим и займемся да вот она красота уже можно в принципе посмотреть я бы вот так сделал оторвал но оставил бы найки вот я сделаю так оторвем задничек получаем вот такую штуку ну если она вас утомит всегда можно накрыть будет вот такая вот история прикольно мне нравится так сейчас мы возьмем бумагу надо подстелить сейчас мы возвращаемся собственно к истории с краской зачем она нам нужна и собственно это абсолютно необязательный элемент но для этого я бы зашнуровал их опять чтобы краска попала может быть на шнурочки и добавим красных акцентов потому что у нас все-таки они есть на язычке есть на пятнике которые я не стал окончательно срывать и мне кажется что так даже круче потому что и так всем понятно что это за кроссы значит что вы делаете чтобы их забрызгать ну как вы уже поняли наливаете в крышку немного краски сбрызгиваете сюда и лучше попробовать на листочке про кидаете на листочек смотрите какие капли вам нужны и уже их пытаетесь набросать на кроссовок все на самом деле супер элементарно главное не борщить сделайте пару движений капли упали все остановитесь лучше добавить потом чем сразу их просто облить краской почему эту бумажку я тоже планирую оставить потому что она у нас так остомнулась интересная она получилась довольно крутое можно добавить этим кроссовкам пусть она тоже сохнет а я расскажу что хочу добавить сюда еще вот они у нас более-менее подсохли получилось на мой взгляд довольно интересная текстура такой прям теперь это уже четкая отсылка к сериалу и хочется добавить немного таких как сказать земляной текстуры что ли хочется немного их испачкать как будто в них ходили я подумала что это привязать их к тачке и дать кружочек вокруг магазина мне кажется это прикольно давайте попробуем вон нормально поболтался должна быть длина вот где-то на метр так ну чё погнали тачка не моя это арендованная я вообще так без права но я немного свежей земли и втираем их белый так вот что мы получили на выходе совершенно два можно сказать разных кроссовка один уже деконстрированный и второй просто новенький но я так и буду их носить чтобы был виден больше контраст и то что с этой пары можно получить цена на пару восемь девятьсот девяносто так же как и на тейл винды и в принципе советую поторопиться потому что это действительно очень увлекательное занятие и очень приятный ценник на эти кроссовки а с вами был маги и видеоблог магазина сникер хэд не забывайте подписываться наш канал жать колокольчик ставить лайки оставлять свои комментарии ну и конечно же можете скидывать после фотографий того что получилось у вас мир